Отметился опять о Пресладке, это прозвище митрополита Иллариона Алфеева, я уже запомнила. Он призвал приравнять карикатуры на святых к оскорблению чувств верующих. Конечно, вот надлость попу и глупость, она поразительна. Вот они тоннами издают свою литературу, они без конца печатают свои актоихи, писания, честь минеи, они делают все, чтобы закрепиться на этом рынке, производить огромное количество своих пропагандистских материалов, и никто, ни одному атеисту не придет в голову сообщить им про то, что оскорблен здравый смысл, наука, разум, развитие, будущее. Пожалуйста, не суйте нос, не суйте нос в наших Хокингов, в наших Дарвинах, в наш Шарли, и никто не будет совать нос в ваше сочинение, потому что ведь они, ну, мы же молчим про то, что они напрямую пропагандируют экстремизм. Кстати, вот, любопытный такой, да, да, абсолютно, а вот, Оленька, подожди, я тут даже выписал, я же педант, да? Вот как ты думаешь, кто сказал? Врагов же моих, верум тамнум, инемикус маэлс, да, если по-латыни, а по-русски, врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите и избейте предо мною. Кто это сказал? Не знаю. Чьи это слова? Кто по-латыни говорил? Это слова Иисуса. Это Евангелие от Луки, 19, 27, а то он там как бы говорит в форме притчи, но он говорит именно это. Тех, кто не согласен со мной, приведите и избейте предо мною. Поэтому, когда мы говорим об экстремисте, и не один атеист, мерчим по этому поводу, не пишет доносов и не требует запретить явной экстремистской направленности книжку. Так давайте научимся... Были, были, кстати, эпизоды, когда боролись с экстремизмом везде. Не от авторитетных атеистов. Тут надо думать о том, как учиться жить вместе, не мешая друг другу, а не пакостничать, не склочничать и не плодить вот ту самую рознь и раскол. Продолжение следует...